Оформлять онлайн микрокредиты до 150 тысяч тенге будет сложнее после нового года. С 1 января вступят в силу изменения, по которым граждане будут проходить двухфакторную аутентификацию. А получить необходимую сумму заемщики смогут не раньше, чем на следующий день. Далее Насипова расскажет подробнее. Получить онлайн микрозайм до зарплаты, объявлениями о которых пестрит интернет, сейчас можно в один клик. В основном сайты запрашивают только смс-подтверждение. Вот так, легким движением руки гражданин превращается в должника. С 1 января ситуация должна измениться. Теперь, чтобы оформить кредит в интернете, нужно будет подтвердить заявку биометрии и ЭЦП. Электронная цифровая подпись является надежным методом защиты при проверке личности на основе криптографии. Этот метод уже широко применяется не только в сфере финансов, но и в других секторах экономики. А также при предоставлении электронных государственных услуг. Кроме того, вводится так называемый период охлаждения. Финансовым организациям рекомендуют давать одобрение не раньше, чем на следующий день после получения заявки. Чтобы у потенциального заемщика было время подумать, нужен ли ему очередной кредит. Маленькие деньги под большие проценты люди часто берут от безысходности, считает экономист Сапарбай Жубаев. А простотой оформления пользуются мошенники. Поэтому предлагает ужесточить ответственность кредиторов. Сейчас нужно сделать в гражданском кодексе строгую ответственность. Если человек не знал, что на него оформили кредиты, то банк должен нести ответственность. Финансовая организация должна нести ответственность. Если так будет написано, тогда финансовая организация, особенно микрокредитная организация, будет более ответственно подходить к этому вопросу. От действий интернет-мошенников, по данным МВД, с начала года пострадали более 15 тысяч человек. Сколько среди них тех, на кого сторонние лица оформили кредиты, ведомстве ответить затруднились. Разработчики надеются, что после введения новшеств подобных случаев уже не будет. Даля Насипова, Нурлан Утигенов. Телеканал Алматы. Астана.